Меня зовут Константин Кирещенко, я кандидат в химических наук, я доцент Казанского национального исследовательского технологического университета. Итак, хотел начать с вопроса. Есть ли в зале люди, которые считают, что на их жизнь как-то сильно повлияли случайности? Поднимите, да, есть такие люди. А в судьбу кто-то верит? Ну, 50 на 50, да? Вот в лекции я постараюсь как-то все эти темы вскользь затронуть. Разбирать будем такой математический аппарат метод Монте-Карло. С помощью этого метода, генерируя какие-то случайные события, случайные числа, можно изучать, исследовать процессы, явления и прочее. Лекция называется «Математическая химия. Метод Монте-Карло». Состоит она из двух частей, понятно, из математики и химии. Начнем с математики. Итак, случайности. Человечество со случайностями очень давно встречается и очень давно их использует. Вот простейший пример игральные кости, да, как люди могут использовать случайности в быту, делать какие-то для себя вырубки и применять их. Но, как-то научно, одно из первых применений случайностей в науке, это можно привести вот такой пример, так называемый эксперимент с бросанием углы. В чем суть? Провел его Жорж Ле Кляхт де Бефон в 1777 году. Он находился в госпитале на лечении, его было не было много свободного времени. И чем он себя извлекал? Он занимался тем, что бросал иголку на пол. Бросал иголку на пол, и пол был разглянованный, видимо какой-то дощатый, были какие-то деревяшки, то есть имелись продольные полосы. И он смотрел. Иголка, когда падает, она пересекает эти линии или она их не пересекает? И он задался вопросом, какова вероятность, что иголка пересечет или не пересечет эту линию? Ну вот здесь приводится такой страшный интеграл, да, страшнейший. Да, вот, ну, плохо. Это, я обещаю, единственный страшный интеграл, который будет. Вот. В общем, он смог установить, чему равна эта вероятность, смог определить его, да, здесь P вероятность, L это длина иголки, R это расстояние между вот этими линиями, на которые он бросал свои иголки. И там присутствует число P. То есть в этой вероятности присутствует число P. И что он сделал? Просто бросая иголку, он подсчитал количество случаев, когда у нас иголка пересекает или не пересекает эту линию, и смог рассчитать число P. Да, вот так пройдите. Но такого фрора, прям вот, новый метод и так далее этого не произошло, потому что число P, оно и так было известно, его и так считают другие методы, более простыми. Ну, это просто один из первых примеров метода, похожего на метод Монте-Кава применения. Позднее, позднее, уже тысяча, ну, после Второй мировой войны, во время так называемого Манхэттенского проекта, когда в Америке работали на создание ядерной бомбы, группа ученых, которая работала в этом проекте, это Джон фон Нейман, Станислав Улум, Николас Митрополис. Вот, их считают отцом этого метода. Как же они до него дошли? Какими стояла сложная задача? Они должны были предсказать движение нейтронов сквозь материалы. То есть, после разрыва ядерной бомбы происходит распространение нейтронов, который будет сквозь материал, и как далеко они пройдут. То есть, это фактически атомная защита, радиационная защита. Они смогли точно математически это описать, но решение оказалось настолько сложным, что полученные формулы они решить никак не могли. То есть, там очень сложные интегралы были. Вот, и тоже Станислав Улум, тоже там был на лечении, у него тоже было куча времени, он раскладывал пассианцы. Раскладывал пассианцы, и он задался опять-таки вопросом, какова вероятность, что его пассианцы сойдет. Он начал уме предсказывать, он начал использовать различные комбинаторные формулы, теории вероятности, но это тоже все было очень сложно, и он предсказать не смог, сойдется пассианц, либо не сойдется. Тогда он решил плюнуть на все это и просто провести эксперимент. Сложить сто раз пассианц и посчитать, в каких случаях он сойдется, в каких нет. Тут его осенило, что все то же самое они могут в своих научных целях использовать. Вместо того, чтобы решать эти сложные формулы, которые у них получились в ходе решения, они просто привели вот эти численные эксперименты, и им удалось так же, как и Бюфону, который смог взять вот тот фактический интеграл, какими-то численными экспериментами, им тоже удалось эту задачу решить движение нейтрона. И позднее вышла в 1949 году статья, которая называлась «The Monte Carlo Metod». Почему это такое странное название? Вот Monte Carlo, слышал кто-нибудь, что-нибудь Monte Carlo? Коземо. Коземо, ну и понятно, да? У Николаса Митрополеса дядя был взглядом игроком, и так как ему нужно было купить какое-то кодовое название к методу, вот предложили такое название, потому что игральная рулетка – это простейший генератор случайных чисел, а именно суть в том, что необходимо генерировать случайные числа для этого метода. Вот, теперь посмотрим к сути, в двух словах. Что же здесь представляет метод Monte Carlo? Вот у нас должен быть какой-то объект, процесс, явление, которое мы исследуем. Дальше мы должны установить связь этого объекта, явления с какими-то случайными событиями. Установить эту связь. Дальше, когда эта связь установлена, мы должны произвести эти случайные события, то есть генерировать эти случайные события. И потом проанализировать то, что мы получили. Фактически набрать статистику в результате генерации этих случайных событий и проанализировать, что же мы получили. Вот такой пример простейший. Я называл это «ритуал вызова числа пить». То есть сейчас мы с вами это число вызовем, но не так, как дефонное, а еще проще. Еще проще. Как можно с помощью метода Monte Carlo тоже прочитать число пить? Возьмем квадрат. Один на один метр. Его площадь один квадратный метр. Нарисуем в этом квадрате четверть круга. Площадь круга πr квадрат, значит площадь четверти круга πr квадратный четыре. πr равно единице, получаем π на четыре. Дальше разбрасываем в этом квадрате случайным образом точки. Так как точки разбрасываются случайно, то количество точек, попавших в четверть круга по отношению, как 7 точек, попавших в квадрат, будет равно отношению к площадей. Вот такая простая форма получается, то есть отношение числа точек к числу точек равно π на четыре. Соответственно, отсюда число π очень легко выражается. Вот я на компьютере провел эти эксперименты. Я разбрасывал точки с помощью компьютера. Вот я свой точек разбрасывал, получился число π2,84. Увеличил число точек. 3,05. 10,000. 3,11. То есть чем больше я разбрасывал, тем точнее получается. Вот простейшая демонстрация метода Монте-Карло. Идем дальше. Вот когда я говорил про суть этого метода, там была такая часть, очень важная, как генерация случайных чисел, генерация случайных событий. Это самая важная часть метода Монте-Карло. Почему? Потому что от скорости генерации случайных чисел фактически зависит скорость расчета с помощью метода Монте-Карло. И от того, насколько числа случайны, зависит точность расчета. То есть обязательно условие, что числа должны обязательно быть случайными, иначе это уже большие погрешности получается, если точка у нас там в левую часть квадрата, либо в правую часть квадрата падает. И вот что в нашем мире вообще может быть случайным? На самом деле не так много. Не так много, потому что наш мир описывает, наш, ну, наш макро мир описывает такие законы, как, допустим, второй закон Летона, который точно предсказывает движение тел. Поэтому мало что является случайным. Вот простые примеры. Тепловой шум в проводниках. Это хаопичное движение носителей заряда. Тепловое движение. Это случайные события. Функтуация токов. То есть ток – это движение электронов. Электроны – это дискретные какие-то объекты, которые за какое-то промежутное время могут много электронов пройти, за другой может мало пройти, средний уровень сохранится. Но это все равно разные случайные события количества электронов, подходящих в проводнике. Акустический шум, записанным микрофоном. Да? Ну вот это... Понятно. Ну вот, так это все можно схематично изобразить. Это такие случайные крепания. Что еще является случайным? квантовые явления как мы знаем то что их исход может быть заранее не прогнозируем прокатавший Озигера если слышали, тут и останавливаться не будут радиоактивный распад тоже распадется либо не распадется атом за какое-то время рассказать невозможно и такое слово страшное сочетание как детерминистический хаос детерминистический хаос на самом деле это все просто вот те же самые грани кости это простейший пример детерминистического хаоса вроде бы мы бросаем кости и они движутся, как я говорил по второму закону Ньютона значит исход он просчитываем но на самом деле какие-то вещи не попадают на наши глаза на наш взгляд допустим какие-то микрогеометрии этих шариков сдвиг их центром ас мы не знаем начальные условия то есть с какой скоростью человек бросит эти кубики под каким углом он их бросит все это приводит к тому что падение грань кости оно непредсказуемо это называется детерминистический хаос когда вроде бы все описывается четким законам физики но мы посчитать это не можем турбулянность турбулянность сначала жидкость течет гладко в виде таких ровных линий тока потоков потом она теряет устойчивость из-за шероховатости трубы допустим шероховатость трубы теряет устойчивость превращается в поток таких завихрений которые тоже очень сложно спрогнозировать ну и последний пример вот наше общество это тоже детерминистический хаос вроде бы все себя знают как кто себя ведет поведет а глобально если взять большое скопление людей общество страну государство как оно будет исторически взываться сложно так сказать но и такой еще пример приведу так видеозапись аквариума с рыбками да если просто взять камеру поставить записывать какие-то движения случайные все как пузырьки двигаются в аквариуме как там рыбки плавают и потом эта камера все переводит в последовательность нуля-единицы они фактически это тоже фактически получается генерация случайных нуля-единиц но вот это все что я писал это именно случайные события это все очень сложно для метода Монте-Карло это не походит потому что вот такими способами случайные числа они генерируются очень медленно поэтому современные компьютеры они поступают по-другому когда с помощью метода Монте-Карло неправом расчете случайности имитируются на компьютере то есть вместо случайных событий и случайных чисел появляются так называемые псевдо-случайные числа ну приведу такой пример это все компьютерные алгоритмы с помощью которых можно имитировать случайные последовательности призывая все знают метод последовательности шибаначи это один один два и так далее то есть каждое следующее число сумма два предыдущих вот с помощью этой последовательности можно генерировать очень длинную, случайную последовательность чисел. Только не чистая последовательность Фибоначчи, а модифицированная. В чем суть модифицированной последовательности? Каждое, вот генерируется 55 чисел первых, просто человек задает. И каждое следующее число вычисляется по этой формуле. То есть это сумма предыдущего n-55, то есть для n-56 это первое число, и n-24, то есть это 32 число. Делить делится на 2 в какой-то степени, берется остаток отделений. Так генерируются следующие числа. Их генерируются, они генерируются, 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 и в них получается нет никакой закономерности. Цикл, вот, да, правильно, вот цикл 22 в 55 степени минус единица, то есть через такое промежуток времени числа начнут повторяться. Главное, чтобы нам хватило этого времени, чтобы генерируют все нужные нам случайные числа. Вот эта начинка, эта математическая часть метода Монте-Карло. Так. Теперь, как это можно использовать в химии? Химическая часть метода начинается. Рассмотрим такую химическую реакцию. Это реакция полимеризации. Про полимеры, ну, все слышали, да, что такое полимер? Кто-то не знает, можно сказать? Длинные молекулы. Длинные молекулы, правильно. То есть это длинные цепочки, собранные из звеньев, одинакового строения. Они, ну, могут быть разные, строения в звеньях имеются. Длинные их там сто, ну, не сто, больше, тысяча, десять тысяч. Это длинные молекулы. Как они получаются? Как они получаются? Здесь рассматривается в дикальный процесс. В совокупность наших мономеров, то есть это исходных молекул, которые потом станут звеньями этой цепочки, бросается затравка, которую называют инициатором. Она отличается от мономеров тем, что она намного менее стабильная, она быстро распадается и превращается в активные вещества, называемые радикалами. Вот красные, здесь это первый реактор образования радикалов. Эти радикалы начинают по очереди взаимодействовать с каждым мономером и нанизывают эти мономеры, как на шампун. Образуют такие длинные цепочки бусы. Это рост цепейки. И последнее, то, что завершает получение полимера, это различные реакции, приводящие к обрыву. Их может быть в уйму. Но тут я привожу три простые реакции. Это передача цепи на мономер. Передача цепи на мономер. Когда в очередной раз при очередном взаимодействии просто цепь обрывается, она на мономер становится активным и образует новый цепь. Это диспропорционирование. Это когда две цепи взаимодействуют друг с другом и перестают быть активными. И рекомендации, когда две цепи объединяются. Вот это простейшая схема цепного радикального процесса, в результате которого получается полимер. Что же здесь можно моделировать методом Монте-Карло? Зачем он здесь? Мы можем моделировать строение получаемого полимера. Распределение по длину. Зная строение этого распределения, мы уже дальше можем выходить на свойства этого материала, на свойства полимера. И вот как можно методом Монте-Карло здесь поработать. Вот то, что я вам рассказал, это был процесс. Снимаем первую схему. Процесс, связь, генерация чисел, статистика. Это был процесс. Связь какая? Все мы знаем, что химические реакции, они описываются законом действующих масс. Это основа основ. Суть в том, что скорость химической реакции пропорциональна концентрации веществ и констанции скорости. Вот здесь вещество А реагирует с веществом В, получается вещество В. Для реакции необходимо НА количество молекул А и НВ количество молекул В. Все это идет с константной скорости К. В результате скорость равна вот этой. Скорость каждой химической реакции, которую я там раньше называл, она равна, по зрению константа, на концентрации веществ в степенях молекул, необходимых для реакции. Вот эта связь. То есть столько случайных событий в единицу времени будет проходить в нашей реакционной смеси. Идем дальше. Алгоритм. Как можно получить структуру полимера, используя метод Монткарла? Первое действие. Задаемся числом молекул инициатора и мономера. К примеру, миллион молекул инициатора, 10 в 11 степени молекул и мономера. Какая-то гипотетическая реакционная смесь, которая где-то существует там внутри компьютера. Разбиваем всю химическую реакцию, наши гиповремени. Переводим из дифференциальных уравнений, дискретности. То есть, 1 секунда, 2 секунды, 3 секунды и так далее. Создаем множество, программисты называют массивы, можно сказать, множество живых цепей, то есть, которые растут, и мертвых цепей, которые уже не могут растеть, и уже все, полимер. По каждому члену момент времени эти множества нулевые, потому что мы еще не начали химическую реакцию. По закону действующих масс, на каждом шаге по времени определяем скорости каждой химической реакции. То есть, вот по этой форме, в итоге мы получаем, допустим, с 3 по 4 секунду у нас образуется 7 цепей, произойдет 10 актов роста, 3 цепи передадутся на мономер, 5 цепей рекомбинируют, например. Вот такую статистику мы получаем. Пока случайностей никаких нет, все преднепределено. В чем за случайность? Разыгрываем эти реакции, то есть, мы количество не знаем, мы разыгрываем именно номера тех цепей, которые в этих реакциях будут участвовать каким-то случайным образом. Здесь мы же генерируем эти случайные числа, генерируем номера молекул. Там, седьмая молекула вырастет, пятая молекула вырастет и так далее. Осуществляем все эти операции над цепями уже после розыгрыша, после того, как мы знаем, какие молекулы прореагируют. Переходим к следующему шагу во времени. Так повторяем до какого-то момента времени. Дальше мы говорим, все, стоп, вроде химическая реакция произошла, а что мы получаем? Дальше мы анализируем статистику. Можно вопрос? Да. Здесь координаты есть для нашей цепочки? Вот, интересный вопрос. Здесь пока нет, дальше я про координаты расскажу. Так, анализируем статистику, что мы получаем. Я сразу объясняю, что мы получили. Это распределение. По оси у мы получили долю молекул, долю цепочек массовой доли. По оси х это логарифм их вагулярной массой. Фактически это логарифм их длинный, так как у нас каждая дна на постоянную. Вот такие, здесь два распределения. Первое это внешний черный контур, это одно распределение, белый внутренний контур, второе распределение. Первое распределение это распределение по длинам через 100 секунд от начала реакции. А белое распределение внутреннее, это распределение по длинам в молекул через 500 секунд от начала реакции. Мы видим то, что это, мы генерировали случайный процесс. О чем это говорят? То, что ведет вот эти случайные биения. То есть мы к 100% вероятности не предвиделись. Если бы было очень много молекул, и мы бы очень долго ждали, рано или поздно, вот эта линия, вот это биение, они бы выстрелились в ровную линию. Так как статистики было мало, мы получили такую шерковатую кривую. Чем больше времени мы ждали, тем меньше было разброс. Внутренний контур, он более гладкий, чем внешний. Ну вот, в общем-то, нам получилось предсказать строение полимера, и дальше уже можно определять его свойства, то его длине и так далее. Дальше. Это был самый простейший алгоритм, как в случае Монте-Карло можно предсказать строение молекул. Сложнее. Вот уже вопрос как раз про координаты. Кроме всех этих операций и розбиржа номеров молекул, которые вступают в химическую реакцию, мы можем построить сетку трехмерную, допустим, либо другую какую-то сетку. То есть у нас есть направление вверх-вниз, влево-вправо, вперед-назад. И генерировать еще и направление, куда молекулы будут расти. Вот здесь показывают пример построения уже не линейного, не цепочного полимера, а разветвленного полимера, который кроме цепочки, на нем могут быть различные ответвления. То есть он приобретает сложную трехмерную геометрию. В начале одна секунда роста, то есть там образовались степени, начали расти 90 секунд, 240 секунд. Учитывается при создании этой решетки размеры молекул, которые участвуют в реакции? Размеры молекул учитываются, но здесь никакой нюанс. Все молекулы имеют примерно один и тот же размер, потому что это мономеры однотипные, соответственно, они и в ячейке занимают одну единую делу ячейки. То есть он не считает, что это раз мономера? Да. Мономеры все одинаковые в данном случае. То есть ячейка одного и того же размера, мономер занимает одну ячейку. Позднее я расскажу как-то про размеры. Там будет тоже пример. Вот здесь в чем сила этого метода? В том, что мы можем предсказывать различные ловушки, куда может попадать растущая цель. Допустим, если у нас уже где-то не хватает места для роста, она попадает в тупик и дальше расти уже не может. Это те эффекты, которые мы не понимаем, решая задачу абстрактно, что где-то у нас учат молекулы, непонятно где, не в геометрических основах. Так, далее. Еще сложнее. Уже с учетом геометрии самих атомов, молекул, их строения. Вот здесь первое видео. Я прошу левое видео запустить. И тут смотришь и в этом думаешь. Так, это метод молекулярной динамики. Да, что есть законы, четкие описывающие поведение каждого атома, а скорее из них он движется в поведенную сторону. Но здесь как бы комбинация молекулярной динамики, да, действительно атомы вдруг сквозь трубы не проходят, они взаимодействуют друг к другу. И Монте-Карл в чем? Мы раздросали молекулы в пространстве, ни по какой ни пришел, мы просто их раздросали. Дальше сгенерировали случайным образом функциональные группы, которые друг с другом будут взаимодействовать. Да, вот здесь видно, вот эти линии, вот здесь линия, вот эта линия, это связи. То есть эта группа, которая реагирует с этой. И дальше запустили алгоритмы стягивания. То есть они стягиваются, и в итоге получится структура уже сетчатого полимера. Еще бы были сложные, не из пленой, а в виде такой сетки. Вот можно правое видео пропустить. Да, и дальше уже, опять-таки, по строению, которое мы включаем, строение молекул, опять-таки, можно прокомментировать свойство в этом материале. Метод Монте-Карло очень такой сильный метод по многих задачах. В частности, допустим, в квантовой механике, когда возникает задача писать систему, состоящую, допустим, из тысячи электронов, возникает очень многомерный интеграл, 3000-мерный интеграл, допустим, его взять тяжело, поэтому вместо этого используют метод Монте-Карло. Вот там был показ пример, как считать интеграл этим методом. Вот его используют, он значительно более производитель, чем эти обычные методы. Метод Монте-Карло используется во всех областях, которые мы знаем, общественные науки, экономика, химия, математика. В частности, вот таким генератором случайной статистической информации, например, является наше общество. То есть мы можем анализировать наше общество и делать какие-то выводы относительно статистической информации. Например, где эта статистическая информация может храниться? Ну, сейчас в соцсети есть. Это фактически сборник этой статистической информации, она уже сгенерирована, остается она только анализировать. В частности, из СМИ часто читал, что, допустим, в Екатеринбурге на улице появился барометр, показывающий настроение граждан. То есть кто-то написал программу, обрабатывающую записи в соцсетях в Екатеринбурге. В зависимости от того, какие слова там они писали, эти слова были пронумеровано от единицы до десяти по их окрашенности. И этот барометр выдавал суммарное настроение людей. В Твиттере есть такие программы, которые анализируют. Ну и так далее. В общем, метод очень занимательный. Кому будет интересно, я визитку свою вставлю. Можем дальше обсуждать, общаться. У меня еще такой один сюрприз. Вот про Монте-Карло есть такая книжка, которая в том числе и мной была написана. Я один из авторов этой книжки. И там приведены другие интересные, занимательные математические методы в химии. Я бы хотел сегодня некоторым людям часть этих книжек подарить. Так, первая книжка. Ну, я хочу не просто так дариться, а все-таки, кто более-менее связан с этой тематикой, кто об этом разбирается. Есть ли математики сзади? Ладно, отлично. Так, ну, вопрос вам какой-нибудь задать, наверное. Первый замечательный предел, чему равен? А вы можете уточнить, какие вы рассматриваете? Лимит синус х здесь на х3. А? Все, отлично. Что пределы, ты понимал? Да, я понимаю. Так, а теперь вот эта книжка, она, наверное, в химик туда останется. Химик есть? А, появятся уже все. Ну, ладно, ну, простой вопрос, реально. Формула для золота. Сошли. Так, кто с тобой? Все. Тоже потом наоборот пишите. Так, ну, ладно. Последняя книжка, она достанется просто тому, кто ее хочет. Все. Спасибо. Да, конечно. Дело в том, что реальные системы, количество молекул, это как раз где-то в районе 10-20 кг. Ну, то есть, если какой-то реальный объем пытается рассчитать, то количество молекул, участвующих в них, примерно равно длине последовательности генератора случайных чисел. Ну, то есть, то есть, то есть, окончание метода Монтекарова связано с самим таким достаточно первичным правилом, то, что длина генератора случайных чисел должна ну, не меньше, чем в тысячу раз. Хотя, конечно, не довольны. То есть, длина генератора случайных чисел должна быть в тысячу раз больше, чем длина событий, которые он занимает. Ну, это и�фирическая правила. Ну, еще, как вы знаете, это чисто уксидна так, в курицу. То есть, приобрlyתение метода не можете musiccut, что приобрlytение метода связано с количеством молекул, которые мы обчитываем. Да, приобрlytение метода связано с количеством молекул, которые мы обчитываем. Я 오늘 не всего к тебе говорю. Но у меня тут другое объяснение. Просто связано еще с производительностью метода. То есть, Вот ту кривую распределение, ее можно на самом деле достаточно просто посчитать аналитически, решить инфициальное уравнение. Но можно вот Монте-Карло. Монте-Карло, он очень требователен к производительности. Но это решаемо сейчас. Это техническое, это реализуемое решаемо. А вот перескальное включение, то, что внезапно включаем очистку. Обычно рассматривается не такое большое количество молекул, как 2 в 55 степени, а намного меньше. Вот я привел пример, который, это 2, ой, 10 в 6 степени молекулы инициатора, 10 в 10 молекулы номера. Для этой задачи, в принципе, это хватит. Вполне заметно, чтобы эту задачу решить. Но точность вы сами видели, то есть кривая была с объединением. В любом случае, но это не страшно, все равно можно прямо заразировать, потому что не так че. Все вопросы? Еще хочу компенсировать. Такое родное периодические структуры очень часто встречаются, когда решают уровень на вот-второй тракте. Ну, то есть это цепочки хищник, жертва. А, кстати, классическая иллюстрация – это реакция Белосова-Жебатинска. То есть, просто хотелось бы сказать, что очень часто в рядах системах возникают некоторые агрегаты, которые снижают горизонт событий. Агрегаты вы имеете в виду какие-то надмолекулярные образования? Да, 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 да. Ну, здесь… Это существенно ограничено, вот мы говорили, случайность и судьба. Судьба. Вы попали там, родились в какой-нибудь ячейке семьи, и вы уже существенно ограничены равными вот агрегатами, в которых вы находитесь. А вот это уже, значит, сказать, что не совсем правильно здесь метод Монте-Карло применять, потому что Монте-Карло у них должен быть чуть-чуть слаб к вот этим случайностям. То есть… Да, значит, мы должны рассмотреть побольше систему, где уже влияние того, попали ли мы в какое-то артефактное образование в строении, либо не попали, и должно не индивидоваться. То есть там это должно быть, значит, не одно такое образование, а это должно быть несколько. То есть мы должны стремиться все равно к вероятности, к большой статистике стремиться. Спасибо за это слово. Очень интересно, очень непонятно. Вопрос такой, но, конечно, в контексте, но вот я говорю просто к биологу, он не скажет, что он говорит, что лучше к химикам обратиться, а вот по поводу органики, которая, в конце концов, ну, как по общей форме, да, говорит, что вот должно было там в древней древнем мире, 4-4 миллиарда лет назад, там, в болотцах по этой дверь молнии появится жизнь, сахарод и так далее. А применим ли здесь вот этот метод, если не применим, то вообще, в принципе, как вы думаете, как скоро фундаментальный вопрос вообще в химии решат, и, ну, возможно ли вообще решат, что вот там из каких-то сахаров оснований и так далее, в конце концов, появится репликатор? Да, вопрос интересный. Тут в математике, если я не ошибаюсь, есть немного другая теория, которая называется клеточные автоматы, то есть там… Машины клеточных автоматов. Да, машины клеточных автоматов. Есть какие-то образования, которые способны по каким-то законам генерировать другие образования, и насколько это все будет циклично и взаимоповторяться, то есть процесс будет воспроизводиться, не будет, какие структуры будут образовываться. То есть можно с помощью этого метода попробовать. Но с помощью Монте-Карло тоже можно. То есть можно ставить эти численные эксперименты, ставить, 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 пока не получишь какую-то из этих экспериментов, где какая-то связанная структура, что ли, образовалась, а не просто хаотичный разброс чего-то, допустим, и в каких случаях она получилась, посмотреть. То есть это фактически вероятно, что жизнь случайно возникла. То есть, ну, опять все упирается в то, какая мощность для этого требуется. Мне сложно предсказать, какая мощность для этих. И как сложность в том, чтобы заранее предсказать закон, по которому эта жизнь образовывалась. То есть вот здесь была связь, связь, как эта жизнь образовалась. Если начинку математическую получить, то можно провести численные эксперименты, посмотреть, что получится. Я думаю, уже такие задачи решаются активно, в принципе, и наш век это позволяет делать. Спасибо. 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 Спасибо.